ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ А МАТЕМАТИКОЙ НЕ ЗАНИМАЛСЯ А МЕНЯ ВМЕСТО ЗАКЛАДКИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДА ТАК МЕЖДО СТРАНИЦАМИ ТЫ И ЗАБЫЛ ДА, ПОВЕЗЛО МНЕ С ХОЗЯИНОМ, НИЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛОБОТРЯС ПРОСТИТЕ ЗА ПРИМОЛИНЕЙНОСТЬ ХАРАКТЕР ЗНАЕТЕЛИ ТАКОЙ Я ВЕДЬ ЛИНЕЙКА ВЕЩЬ В УЧЕБЕ НУЖНОЕ ДА ЧЕ ТАМ СКРОМНИЧАТЬ НЕЗАМЕНИМАЯ ПОПРОБУЙТЕ БЕЗ МЕНЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ ИЗМЕРИТЬ А? НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ ВПРОЧЕМ, ТАК ОМО И НАДО ПУСТЬ ЗАВТРА НА УРОКЕ ХОТЬ ВЕРШКАМИ, ХОТЬ ПЯДЯМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЧТО ЭТО ЗА ПЯДЯМИ ТАКИЕ? М-м-м, ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО, РАССКАЖУ В ЭТО ТРУДНО ПОВЕРИТЬ НО КОГДА-ТО ЛИНЕЕК НЕ БЫЛО ВОВСЕ ВЫ СПРОСИТЕ, КАК ЖЕ В ТАКОМ СЛУЧЕЕ ИЗМЕРЯЛИ РАССТОЯНИЕ? ВЕЗДЯ ПО-РАЗНОМУ НАПРИМЕР, НА РУССИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ЛЮДЕМ СЛУЖИЛИ РУКИ ВЕРШОК РАВНЯЛСЯ ПОЛОВИНЕ УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА А ЧТОБЫ ОТМЕРИТЬ ПЯТЬ НУЖНО БЫЛО РАЗВЕСТИ В СТОРОНЫ БОЛЬШОЙ И УКАЗАТЕЛЬНЫЙ НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО ТАКИЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ БЫЛИ НЕ СЛИШКОМ ТОЧНЫЕ? ВЕДЬ У РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ПАЛЬЦЫ ТОЖЕ РАЗНЫЕ К ТОМУ ЖЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ СУЧЕСТВОВАЛИ СВОИ МЕРЫ ДЛИНЫ Вот, например, дюйм, длина верхней фаланги большого пальца, фут, длина стопы и так далее Ничего, кроме путаниц, такое разнообразие не приносило Все изменилось с появлением метрической системы мер Ее придумали французы Два с лишним века назад за основу они взяли не пропорции человеческого тела, а размеры Земли Ведь это величины точные, а главное, постоянные Основной единицей измерения длины стал метр Он равняется одной десятимиллионной части земного меридиана От северного полюса до экватора Умножение превращает метры в километры, а деление в сантиметры и миллиметры Во мне, например, ровно 20 сантиметров И не на полвершка больше или меньше Благодаря своей точности метрическая система мер довольно быстро стала популярной во всем мире Хотя в некоторых странах, например, в Англии, до сих пор пользуются старинными единицами измерения Теми самыми дюймами и футами Впрочем, их тоже можно легко перевести в сантиметр Пап, тебе линейка на голоса не попадалась? Надо же, опомнился Тут я в книжке на самой интересной странице Необыкновенные истории обычных вещей